Всем привет! Сегодня мы на Ленорман посмотрим, как будут развиваться ваши отношения и смотрим для тех, кто в паре. Сегодня посмотрим для тех, кто в паре. Загадала я главные. Это главные карты с цветочком женщина и ее партнер. Ленорман от Чиро Марчетти. Как будут развиваться ваши события на ближайшее время. Так, вроде все. О, интересно. Тут какие-то перемены в вашей голове. Вы тут... Тут маски есть, тут какая-то дружеская привязанность. Что-то тут у вас довольно-таки интересненькое. Ладно, для женщины. А где ваш партнер? Перемены для дома. Что-то вы открываете для себя. С кольцом ваш партнер. С официальным союзом наводят мосты к вам. Но тут между вами еще есть какая-то... Видите, если... Тут какая-то сложная ситуация. Скорее всего, у нас сегодня такие пары, у которых в анамнезе, что у мужчины, что у женщины, что-то да и было по другим парам. Потому что здесь у женщины меняют какие-то предпочтения, открывая новую дорогу, вы открываете для себя приключки, находитесь. И у мужчины тут женщина, другая пара. Тоже какое-то общение, хитрости на время. Вопрос того раздвоения тут выходит. Тоже двойная дорога. То ли мужчина вышел из каких-то отношений, может быть. И у вас что-то меняется. Или вы были в голове, привязаны как на якоре. Видите, маски тут играют роль. Или не могли. В голове был один мужчина, а там второй мужчина. Ну, что-то такое. Вот по сегодняшней игре. По сегодняшней игре. Скажем так. И по истории. А то, что в отношении вас идет очень быстро. Причем перемены идут для вашей пары очень быстро. Открывается книга жизни для вас. И можно сказать, может кто-то познакомился. Вы смотрите сейчас на нового партнера. Вот как-то так ключик. Смотрите, ключевые отношения, ключевой союз между вами. И привязанность такая. Видите, мужчина вообще с официальным союзом. Может быть, то, что я уже сказала. У него тоже как бы другая женщина. Там как-то между вами было расстояние и другая женщина. Он может выходить в одиночество. Или вышел в одиночество. Потому что встретил вас, к примеру. Ну, или решает какие-то такие вопросы. Вот так. Серьезненько. Серьезненько тут между вами. Ну, давайте посмотрим, что на ближайшее будущее для вас. Двенадцать сегодня берем. Если надо, то все равно даже больше. Тихо. Все, вроде. Все, не хотят больше. Поехали. Какие-то странности происходят. Сейчас, минутку. Все. Есть маски. Ключевые перемены для вашей жизни идут. Просто. Что-то открываете для себя или откроете. Это очень глубоко для вашей жизни. Прямо по душе происходит. Вопрос одиночества решаете. Вопрос одиночества. Выходите из одиночества трансформации. Даже если у вас в голове кто-либо был или жил. И даже если у вас ухажеров была полная копилка, к примеру. Ну, странно, потому что, в принципе, мы о паре задумывали. О паре. Есть тут какое-то такое на время. Ну, смотрите, на ближайшее время вы тут находитесь все-таки при разрешении вопроса выхода из состояния с кем вам быть или как вам быть. Мужчина таки обдумывает процесс вот этот по дому. Но будет затянутый процесс во времени. Может быть, вы дадите какой-то знак, что вы не готовы. Или знак, что вам надо подождать. Потому что вы выходите все равно сюда, вот на центральную карту, видите, через гробик, так сказать. Пока закрываетесь от его предложения. А он уже был по этому предложению с кольцом. А на этот раз кольцо не вышло. Но он все равно как бы открыт к вам через вопрос, ну, как бы сада, через встречи. У вас продолжаются встречи. Но, может быть, если там вопрос женщины был какой-либо или ему надо выйти в одиночество, то вы будете выжидать процесс, когда он освободится. Когда ваша душа не будет нервничать. Когда у вас не будет как бы второго какого-то, второй маски, скажем так. Когда он не будет двойственен. Может, вы его подозреваете в двойственности, а он вам будет доказывать, что он не дурак. И на это надо время, может быть. Потому что тут карта игры. И карта все-таки через вопрос нервного напряжения. Или, возможно, истощения. Или еще как-то чистки какой-то. Выхода на новый уровень. Или объяснение. Какая-то игра. Какая-то игра. Конец игры. Тоже. Ключки вы находите. Истину вы находите. Маски сбрасываются. Истину какую-то. Может, вы для себя решаете, кто из кто. Может, вы недовольны этим партнером. И думаете, все-таки у вас в голове был какой-либо другой партнер. И за этим вы и так. О чем плачет ваша душа, можно сказать, даже так. Или интересуется. Но вы тут подводите итоги. Это для вас серьезно. Или свобода, не свобода все-таки. И тут перемена по аистам. Тут в этот период ближайшего времени вы, скорее всего, решите этот вопрос. Потому что ключик уже вы уже решаете. Вы уже решаете. Что-то омрачает вашу душу. Ну, смотрите, не вышла. Ни другая пара не вышла вообще. Ну, вообще не вышла. То есть, тут, скорее всего, вы избавляетесь от тени какого-то прошлого. Что мужчина, что женщина. Избавляетесь, проходите вот этот напряженный процесс очистки, можно даже так сказать. Но вы как-то чистите это все под корень. Прям убираете это все под корень. Вам важна свобода. И, возможно, еще вопрос денежный для вас будет решаться. Денежный. Или где жить, если это перемена по жилью. Видите, перемена семьи или перемена по жилью. Может быть, переезд. Вы будете за деньги тоже решать. Как-то так. Но это на ближайшее. Я думаю, вы это решите. Мужчина все-таки задумал на постоянное, скажем так. Он думает о чем-то большом и длинном. Как-то так. На удачу. Думает он это как бы на удачу. А там не было видно, когда я вытаскивала. Но в ближайшее время вы это, судя по всему, решите. Вот уже видно. Вот как-то так. Опять собачка. Опять собачка. Что у нас по этому? О, давайте, знаете, что мы сделаем еще вот так. Мы сделаем еще вот так. Так, это ваше ближайшее. А теперь мы чуть-чуть... Нам время позволяет. Ох! Время позволяет. И мы сейчас сделаем дополнительно. Разложу. Будем смотреть. Потом пододвину. Время позволяет. Так, положу. Рыбки, дно колоды. Ну что? Смотрим. Чтобы мы поместились. О чем ваши мысли? Клевер. Такие об удачи. О хорошем стечении обстоятельств. О дороге. Что вы думаете? О переезде или смене ваших позиций? Припрятываете вы все-таки какую-то привязанность, может быть, к этому человеку или к другому. На сердце у вас неспокойно или какие-то такие обязательства по сердцу. Потому что вы думаете все-таки, вы можете чувствовать или ответственность какую-то, или груз ответственности, или вопрос вот этой безысходности или одиночества. Все-таки вы переживаете по этому вопросу, но думаете о том, чтобы, как вам сказать, вы ставите ставку на свою интуицию, скорее всего. На что вы, потому что ваши надежды идут по вопросу змеи. Или, или ваша надежда, что что-то разрешится, если все-таки соперница, то благополучно для вас именно. Вот так. Непростая у вас все равно задачка. Теперь смотрим, что у него. Вот теперь у него ключик в голове. Ключик в голове, но ключик был у вас в руках. Значит, он все-таки подумывает о том, какое решение вы примете. Он просто не может, как бы, выпустить эти мысли у себя из головы. Ну, смотрите. Он все... Его действия, ну, как вам сказать, его действия под лупой. Он все анализирует тщательно и досконально, чтобы нигде не ошибиться. Потому что, опять, маски за спиной. Ну, потому что он не знает, как правильно действовать все-таки. Он не знает, как правильно действовать. На душу надеется и переживает очень сильно. Омрачает. Тут его, по-моему, омрачает тот выбор, который вы можете сделать. Все-таки, может, он знает или подозревает о том, что у вас там в голове был другой мужчина. Ну, или насколько он подходит. Или насколько вы привязаны к... Ну, вообще... Привязаны к ситуации. Или о вашей верности, может быть. Может быть. Компас. Компас. Ну, что. Эта пара сегодня у нас выбирает направление по своему развитию. По своему развитию. Есть тяжесть на сердце. Есть тяжесть на сердце. Ну, потому что у вас по кресту, знаете, это нелегкая ноша. С другой стороны, у него тоже, как бы, вроде есть такое слияние. Потому что это две совы, две ночные птички. Есть понимание какое-то. Ну, птичка птичку понимает. В ночи видит. Но это все-таки ночь. Это вопрос эзотерики. Тоже проходит такое какое-то предчувствие. Ладно. Что у вас тут объединить? О, крысы. А вы чего на крысах-то? У вас что-то по вопросу соединения прошло по крысам. Может быть, вы помогали друг друга, вытаскивали друг друга. Может, вы делали какую-либо черновую работу друг для друга. Потому что это карта объединяющая. То, что вас объединило. Может, вы, в принципе, через какой-либо скандал, через какой-либо скандал, как это, нашли дорогу друг к другу. Ну, знаете, в большом магазине, может быть, или на дороге, так сказать, подрезали, как я говорю, или еще что-то. Выход какой-то. Люди, которые ищут выход вообще в своей жизни, для своей жизни. На данный момент можно говорить, что у вас сложное положение. Что у женщины, что у мужчины. Вот в этой паре сложное положение. Вы ищите выход. И лилия. Ну, по крайней мере, чистоту найдете. Со временем женщине нужно время. Ух ты! А это очень интересно. А это уже очень интересно. Потому что эта карта, ну, как бы в этой позиции, это карта самого мужчины. Смотрите, женщине нужно время, чтобы этот мужчина превратился в более, для нее подходящий, более подходящая пара. Или по вопросу сексуальности, чтобы больше подходил. Или по открытии сексуальности. Возможно, мужчина переживает о своей сексуальности, тоже может быть. Мужчина может... Тут можно предположить, что люди, которые еще не были в сексуальной связи. Вот, как-то так. Хотя и пара, вроде и пара. Мы смотрим сегодня на пару. А что это такое? А что это такое? Странно вообще. Встреча какая-то. Солнце вроде все. То ли действительно превращение в какое-то странное пара, пишите, пожалуйста. Потому что задумала специально для одиноких, ну, кто ищет свою пару, и для тех, кто в паре. А тут какая-то... Может, пара на расстоянии, может, мужчина сам по себе меняется. Но это позиция для него. Это невозможно, чтобы это был другой мужчина. Ну, или мужчина просто дает время на распознание, или на... Чтобы женщина поставила точки над и какие-то. Понимаете? Если у женщины действительно в голове вот эта перемена мест для мужчины, то и ключики он понимает, что он обдумывает, и это его очень сильно тревожит. Тогда это время, которое надо женщине для того, чтобы поменялась эта позиция. Они могли, то есть эта пара действительно сейчас по крыскам могла как бы более быть на расстоянии, реально. Но они находят путь друг к другу. Впереди у них встреча. И эта встреча ведет действительно к успеху. Еще что может быть? Да, женщина может переживать по вопросу соперницы. А она определялась у мужчины. И тоже у него маски за спиной. Тоже как-то... А маски могут быть, что он переживает. Видите, сюда заходит. Именно, ну как бы... Или о своей сексуальности. Как он выглядит. Подходит ли он женщине. Хотя здесь и женщина может тоже переживать по вопросу сексуальности. Как своей, так и... Ну, давайте так. Можно тоже сказать. Можно тоже сказать. Потому что тут крыски ложатся и некие мосты. Если была связь... Тогда я это назову первый блинкомом. Ну, как-то так. Люди как-то... Вариации тут какие-то непонятные. Вот эта парочка. Что хочет сказать женщина этому мужчине? Ну и что хочет? На выборе женщина такие. Что хочет сказать этот мужчина этой женщине? Я сам. Я сам. Но я подумала, это одна и та же карта. Выходит, что одна. Это одна и та же карта. Ну, то есть это один... Это семейность, в принципе. Перемены. От одного к другому. А женщина на выборе все-таки почему? Как бы тоже на выбор. Так все-таки змея идет. Все-таки змея. Или женщина боится раз... Ну, боится, не боится. Но как-то не предполагает никаких разлучниц в ее поле. О жизни нам. И собачка. Она о верности. Тут женщина думает о верности. Скорее всего, если этот... Верен ли этот мужчина? Вот так будет. Верен ли этот мужчина? Вот такая вот игра у вас. Ну, с кем, конечно, эта история резонирует. Помните, пожалуйста, я рассказываю историю. Какое вы имеете отношение к этой истории, решаете только вы. Так, быстренько. Сейчас мы... Дайте я гляну, что у нас там по времени. Интересно, тут мужчина затесался у нас. Мужчина, мужчина затесался. Сейчас. Сейчас. Подытожьте нам чуть-чуть, пожалуйста. Подытожьте. Да, все-таки как-то странновато карты сегодня. Все равно вылетели. Рыбы. Рыбы вылетают и вылетают. Это или глубинная эмоция какая-то такая. Ладно. Итак, женщины на сердце. Да, рыбы у женщины интересно тут. Интересно такие препятствия. Что-то есть в препятствиях. Разговоры здесь, переговоры, встреча. Переживает женщина о какой-то встрече или еще вопроса? Ладно, может быть, своего состояния, здоровья, красоты. Как-то так. Ну, потому что как-то прячет. Именно прячет здесь. А тут какое-то расстояние есть. Расстояние. А что готово проявлять? В принципе, о переменах. Ну, ладно. Какое-то движение по переменам. Или показываете, видите, сама по себе как бы тормозит, но при этом проявляет, как бы показывает женщина, что она двигается вперед. Но у нее есть тормозной путь. Понимаете? Вот так. Вот так. Ладно. О доме думает мужчина. Видите, карты, в принципе, на сердце неплохие у одного и второго. На время. Что-то со временем тоже. И маски. Маски продолжают идти. Маски продолжают идти. То ли мужчина все-таки выдает себя и одну, и другую. Ну, то есть, как более выгодно себя показать или преподнести. Да, солнышко прячет, что он счастливый. У мужчины есть счастье сейчас. И он это... Ну, прячет ли он свой эгоизм? Ну, я очень редко говорю об эгоизме по солнышку. Очень редко. Может быть, какие-то документы еще он припрятывает. Или что он готов к каким-то документам. Тоже может припрятать. Или известие. Какое у него уже есть. А он это пока припрятывает. Но оно для него уже известно. Вот так. А в большинстве, что он себя очень счастливо чувствует. Что он проявляет. А как-то никак не проявляет. Тут какое-то закрытие действует. Он показывает ту или другую сторону, что ему более выгодно, скорее всего. Но по проявлению как-то странненько. Более закрыт. Или более как бы человек на месте. Или если женщина показывает, что она готова к действию, переменам, переездам. То мужчина более, более или интенсивно более к трансформации что-то менять. Или быть на месте. Так. Лабиринт. Где-то все-таки, видите, заплутали люди. Идут к одной цели, заплутали. И вот это сложности есть. Есть сложности. Все-таки башня. По итогу башня. По итогу башня. Сейчас уточним башню. Потому что в этом раскладе, по итогу башня, люди могут выйти в одиночество. То есть на какое-то время разбежаться все-таки. Хотя мужчина там, насколько помните, он готов предложить руку себе и сердце. Но с другой стороны, это может быть еще решение. Вот он выход. На данный момент выход из этого лабиринта. Что люди все-таки кружат в лабиринте. Между, между, ну как бы, как я уже сказала, что в анамнезе есть и у одного, и у второго что-то. И пока они не решат, будет вот эта дорога, по которой они кружат. Так, башня со стороны женщины. Это глубоководная печаль, хочется сказать. Но это все-таки уход в себя. Уход, да, рассчитывает женщина на душу, на восприятие через душу. Но это уход в себя. Это, скорее всего, одиночество. А мужчина здесь полон надежд, полон желания. Ну, это так, одиночество, но такое. Это какие-то встречи, продолжения. Ну, тут женщина все-таки более замкнута. А мужчина, ну, как бы, более открыт. Вот, выжидательная позиция, пока эти люди не пройдут. Медведь. Ну, в принципе, неплохие, потому что башня и медведь, это официальные отношения. В принципе, официальные отношения. Но вот они проходят какой-то период. Скорее всего, это ближайшие. Ближайшие в картах это от месяца до трех. Люди будут проходить какой-то такой уединенный период решения своих вопросов. Я надеюсь, кому резонирует. Вы это поняли. Женщина с разбирательством. Мужчина наводит мосты. С выяснением. Вот она карта, которая шла с объяснением. Да, мужчина тут сердцем все-таки ближе. Ближе. Сердце и любовь. Мужчина хочет замуж, а женщина убегает. Ну, как-то так. Извините. Тут вопрос решаются пары. Но в анамнезе есть какие-либо другие люди. У мужчины точно какой-то союз, из которого он выходит. А у женщины был вопрос мужчины в голове. Насколько вы помните. Я не могу сказать сейчас точно, ли это союз, или это какая-то привязанность. Ну, из того, из чего мы начинали. Если вдруг забыли, начните смотреть сначала и вспомните. Дело в том, что тут люди выходят из этого состояния. Женщина прям на разборках. И как-то со своей собственной душой. И по другой колоде у нас тоже как бы показалась развилочка. Хотя здесь она не очень-то и выходит, эта развилочка. Женщина хочет подвести итоги конкретно. Женщине не нравится через лиску что-либо. То есть она хочет, чтобы ее отношения были кристально чистые. Со стороны мужчины он явно для встреч. Он явно хочет любовных отношений, серьезных. Наводит мосты по этим встречам. И это все равно через одиночество такое. Но с предложением, грубо говоря, руки и сердца. Все может быть, что мужчина думает о серьезных отношениях. А женщина как бы смотрит свысока, куда это все ее ведет. Главное, чтобы не было какого-либо обмана. Вот в чем дело. Ну все, дорога. Ну ладно, тут какая-то дорога есть. Опять эта змея выходит. Вот женщина триггерит какая-то змея. Все, опять обновление идет. Ну и клевер. В любом случае клевер. Ну и что-то есть в счастье. Что-то есть в семье, в дороге, в медленно прорастающем этом древе. Древе и опять книга. Книга, которая очень медленно раскрывается к переменам или к переезду. Новая книга жизни. Все. На этом пока. Все. И до новых встреч. Я вас люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok